Итак, этот стих 3, 26, 34. Функции и признаки эфира заключаются в том, что он предоставляет место для внешнего и внутреннего бытия всех живых существ, то есть является полем деятельности жизненного воздуха, ума и чувств. Оксан пишет Шилопровадов в комментарии, текст представляет собой поле для большой научно-исследовательской работы. Здесь много важных моментов. Но я хочу поделиться тем, что меня больше всего зацепило в этом стихе. То есть ум имеет форму, об этом, в частности, говорит Шилопровадов в комментарии. Прана имеет форму чувства, внутренний и внешний также имеют некоторую форму, видимую или невидимую, но ум имеет форму, которая недоступна нашему непосредственному грубому зрению. Эфир предоставляет уму пространство. Ум в пространстве занимает некоторую форму. Ум имеет форму, и как Шилопровадов говорит в конце комментария, именно эта форма определяет наше следующее тело. Форма ума в момент оставления тела определяет то, какое тело мы получим следующее. Либо в цикле реинкарнации, либо, может быть, духовное тело, если наш ум одухотворен в результате духовной практики. То есть ум может быть большим, и может быть маленьким. Может быть умишка, и, как был у Беляева рассказ, великий ум. Как это связано с этим? Даже в санскрите есть слово счастье, стукха. Есть дугха. Стукха означает ха, то есть то, что занимает большой объем в эфире. Сукха, то есть большой ум человека, личности, которая счастлива, это сукха, это большой ум. Дугха – ум сжатый, скукоженный, под прессом гун материальной природы. Поэтому, насколько я помню, Патанджали говорит в йога-сутрах, что ум сжимается под действием самскар, которые у нас остались в результате нашей прошлой кармической деятельности. Ум сжимается, скукоживается. И тогда это очень болезненное состояние. Обычно говорят, что человек склонен делать из мухи слона. Потому что даже небольшая муха, которая залетает в ограниченное пространство нашего ума, кажется нам тогда большой. Соответственно, большой ум – это сукха, человека, который счастлив. Это ум, который устойчив. В том, который устойчив, какие-то жизненные невзгоды, может быть, какие-то внешние колебания не так просто выведут его из равновесия. Вот такая связь с духа и духа. Так вот это также приводит к расширению ума. Интересно. Итак, ум имеет форму, которую, может быть, мы не видим своим взглядом, но это то, о чем мы, получая такие знания из священных писаний, мы можем понять, что да, это действительно так, это вполне согласуется с нашим практическим опытом. Другой момент, который также здесь по поводу ума, можно подчеркнуть, то, что ум имеет волновую природу. Есть определенные вибрации ума. Я слышал, я сейчас не помню точно, как он из писаний это слышал, но не просто форма ума определяет наше следующее тело, но и также вибрация, вибрация, которая излучает ум, определяет наше следующее тело. Ум имеет волновую природу, и даже ученые современные, они с помощью энцефалограмм разных приборов, они фиксируют разные вибрации, которые, ну, они считают их источником мозга, хотя и точно не могут определить, какие именно части мозга являются источником этой вибрации. Когда человек волнуется, одна вибрация, когда человек спокойно, одна вибрация, когда человек волнуется, вибрация другая, как правило, более высокой частоты, и, то есть, таким образом можно связать умственные состояния с определенными колебательными процессами. Так, ум имеет также природу, определенную волновую природу. Ну, как даже пантофизика говорится, что частицы имеют природу и материи, и в то же время волны, да. Нечто подобное можно сказать, можно сказать, и о уме. Вот то, что, наверное, хотел сказать по поводу этого стиха. Ну, может быть, еще один момент. Вот сегодня, перечитывая стих, он у меня очень отозвался, как бы, вот, виделась у меня аналогия с известным стихом из одиннадцатой песни Шамад Бхагаватам о четырех уровнях звука. Известный текст. Шабда Брама Судыр Бадам, Пранэндри Аманома Ям, Анантапарам Гамбирам, Дурвигахтям Самудрават. Трансцендентный звук Вет очень трудно постичь. Он проявляется на разных уровнях. В пране, чувствах и уме. Он словно океан безграничный, необычайно глубокий, неизмеримый. Вот этот момент, именно звук проявляет себя в трех уровнях. Прана, чувство и ума. Прана, индрия, как здесь говорится, прана, индрия и монаха. Буквально то же самое, что говорит наш сегодняшний текст. 3.26.34. Здесь говорится прана, индрия и атма. И, как мы говорили, Шидара с вами в комментариях пишет, что атма имеется в виду ум. Да, эфир предоставляет, эфир – это среда распространения звука. Вначале возникает звук, как мы знаем, потом возникает эфир. И звук может быть на разных уровнях. Точно так же и эфир предоставляет для различных форм звука среду передачи. Как мы слышим сейчас друг друга благодаря тому, что в эфире распространяются грубые вибрации, просто какие-то акустические колебания. В то же время в нашем сознании они преобразуются в умственные формы, мысли, мы слышим друг друга. То есть возникает, не знаю, как сказать, мысли, форма, тоже определенная вибрация. И тоже через эфир, тоже эфир предоставляет возможность для этого. Возникают какие-то ассоциации, впечатления. Это также какие-то, может быть, визуализации. Это также все осуществляется с помощью элемента эфира. Поэтому, да, современная наука сейчас ограничивается тем, что, более того, современная наука, не то чтобы современная, но сто лет назад элемент эфира был вычеркнут из списка базовых элементов. В конце XIX века был проведен знаменитый эксперимент Майкельсона Морли, который показал, что скорость света постоянная величина, поэтому, ну, по определенной логике, это еще и школьные программы, вот эфира не существует. Среды, именно как среды распространения волн, то, что должно колебаться, его не существует. Хотя интересно, что у Менделеева, вот таблица, знаменитая периодическая таблица, находился, сверхлегкий газ, не помню, как он его называл, может быть, против, как-то так. Но это был именно эфир, что подразумевается под эфиром. Хотя сейчас современные ученые, многие склоняются к тому, что понятие эфира должно быть возвращено в современную физику. Но если современная наука ограничивается изучением того, как в эфире, ну, пусть в пространстве распространяются радиоволны, акустические волны, световые волны, то мы видим, как Шамадбхагаватам дает более широкий взгляд. То есть, да, несомненно, эти волны распространяются в эфире, но и тонкие энергии, деятельность ума, деятельность праны, жизненной силы, деятельность чувств также протекает в эфире. В связи с этим я еще вспомнил, что Апатанджили говорит, что ум человека, который пребывает в состоянии саттва гуны, который счастлив, тукха, да, у него, как мы говорили, широкий ум, широкий ум, также этот ум светится. Как я помню, он имеет светящуюся природу. Своям Джо Тир. Имеет светящуюся природу, и это тоже вибрация. Мы знаем, свет – это вибрация, просто с очень маленькой длиной волны, какие-то анометры. Звук имеет большую длину волны, соответственно, меньшую частоту. Звук, который мы воспринимаем, или звук радиоволны, тоже другая. Это все определенная форма вибрации. То есть ум имеет форму, которая распространяется, которая размещается в эфире, и ум также излучает. Ум имеет волновую природу, и можем это ощущать в виде мыслей, а также, если бы мы обладали достаточной чистотой, мы видели бы, очевидно, какое-то сияние людей, обладающих чистотой ума. Собственно, аура, которую видят экстрасенсы, или нимб вокруг святых личностей, которые украшены на иконах, также является проявлением светящейся природы чистого ума. Чистого ума не находятся под покромом материальной природы.